Виталий Валентинович, скажите, пожалуйста, как ситуация в Арцахе? Почему сейчас произошло обострение, на Ваш взгляд? Ну, не хотел бы кого-то сильно в этом обвинять, но очевидно, что российская армия сейчас занята другими задачами, и, может быть, кому-то показалось, что мы не будем выполнять условия договора, который был подписан трехстороннего, и российские миротворцы забудут о своей функции. Никто не забудет о своей функции, и российские миротворцы будут выполнять наши договоренности в полном объеме. Это очень показательно, что именно в сложный момент для нас кто-то решил инициировать небольшую проблему. Но я могу твердо сказать, что никто никого, никто не будет предавать друзей. И за это можно быть спокойным. И последние события, которые показали, буквально последнего дня, что российские миротворцы продолжают выполнять все свои функции. И интересно, что и другие страны, соседние с нами, подключились, сделали заявление о том, что они не допустят каких-то изменений границ. Ну, интересно, что вот до начала операции в Украине Россия с Азербайджаном подписали союзнический договор. И, несмотря на это, Азербайджан пошел вот сейчас, в этот период, на обострение ситуации. И, кажется, заявления, которые прозвучали после, они тоже свидетельствуют о каком-то нарастании напряжения между двумя странами. Очень тяжело комментировать позицию этой страны, потому что я весьма скептически отношусь к долгосрочной перспективе отношений при сохранении действий в нынешнем руководстве Азербайджана. И считаю, что их позиция весьма контрпродуктивна бывает по большинству вопросов. Я искренне надеюсь, честно говоря, что народ Азербайджана, он в будущем изберет путь мира, будем так говорить. И то, что сейчас происходит в Нагорном Карабахе или в Арцахе, это попытки действительно ударов в спину для России. Но у нас спина тоже защищена, мы все видим. Мы все видим и слышим, ничего не допустим. И я думаю, что азербайджанские вооруженные силы должны заниматься защитой своих рубежей. Там Каспийское море, там у них есть еще где-то. А вообще, мне искренне кажется, что если... Ну вот, Азербайджану повезло, искренне повезло. Никто на него нападать не собирается. Поэтому они, в принципе, могли бы сократить даже во многом свои расходы. Потому что просто жить спокойной, мирной жизнью. Мирной жизнью, жить нормально, общаться со всеми. И не пытаться сделать какую-то гадость. Зачем это нужно? Взять, от деревни захватить, траншеи копать. Зачем это надо? Серьезно. Ну пусть живут спокойной жизнью, заботятся об экономике страны. И ни на кого не нападают. Я думаю, что это в интересах азербайджанского народа точно. Но они в интересах тех, кто хочет использовать Азербайджан в качестве такого триггера напряженности в регионе. Но я уверен, что мы не допустим этого. Другие сопредседатели Минской группы ОБСЕ, они со стороны других сопредседателей не прозвучали какие-то оценки ситуации? Если Россия четко оценила ситуацию, призвала Азербайджан отозвать свои войска на исходные позиции, то со стороны других сопредседателей просто прозвучали призывы к миру. То есть, получается, чего они добиваются вообще? Я думаю, что это абсолютно скоординированные действия с западными странами. Я абсолютно в этом уверен. Я не могу там, у меня нет документов, но абсолютно уверен в том, что все эти шаги, они были предварительно проговорены, обговорены. И уверен, что все эти шаги получили поддержку со стороны некоторых западных стран. Секретарь Совбеза Украины призвал страны открыть новые фронты против России. На это отреагировали даже Грузия, на это очень резко отреагировала. Как вы вообще прокомментируете данное заявление? Секретарь Совбеза Украины решил свою собственную страну превратить во фронт. И они своей политикой, своей агрессивной позицией, по сути дела, сами находясь в безопасности, жертвуют украинскими солдатами. Жертвуют, бросая их в бессмысленную какую-то компанию. И то, что сейчас Украина вообще отказалась от каких-либо здравомыслящих, здравых идей, это, к сожалению, стало очевидным. Мне очень обидно, что истинные хозяева гражданина Зеленского, те, кто им управляет, руководит, они настолько цинично относятся к Украине и к украинцам. Ведь им-то, по большому счету, наплевать, сколько украинцев останется, я уверен. И мне кажется, что если все украинцы умрут, им даже просто легче будет, не надо будет помощь гуманитарную оказывать. Им главное, чтобы эта смерть послужила делу антироссийских санкций, чтобы давить Россию, душить Россию. И вот, к сожалению, некоторые силы, я боюсь, услышали рядом с вами этот призыв. Но я очень рад, что позиция наших миротворцев неизменна, она соответствует духу договоренностей всех. Российская Федерация призывает все страны неуклонно соблюдать наши договоренности. Никто не имеет права нарушать их, никто это нельзя. Все, что сейчас зафиксировано по границам, все должно быть четко. Ни на сантиметр, ни на каких подвижек быть не должно. И вот еще один такой вопрос. Любое напряжение как-то по ситуации в Карабахе, оно приводит к нарастанию антироссийских каких-то настроений в армянском обществе. Почему такое происходит, если российские миротворцы находятся в Карабахе? То есть, кто такие настроения тут распространяет? Я думаю, враги армянского народа это делают. Абсолютно. Это те люди, которые хотят смерти людям, находящимся в Карабахе. Сто процентов. Это те, кто готов ради каких-то своих глупостей, свои полнейшие, рисковать жизнями и вообще территорией Арцаха. Сто процентов. Потому что никто другой сейчас мир в Карабахе не охраняет. Да, есть силы самообороны Арцаха, они маленькие, недостаточные. Есть российские миротворцы. Они являются гарантом. Спросите, у любого жителя Арцаха это? Любой вам это скажет. А те, кто это критикует, те, кто против выступают, против России, их там не бывает в Арцахе. Они сидят в каких-то других местах, в безопасности в полнейшей. То есть это люди, которые ради служения своим американским хозяевам, и турецким хозяевам тоже, готовы рисковать жизнью детей Арцаха. Потому что я думаю, что в Анкаре, или тем более в Вашингтоне, просто рукоплещет вот этим заявлением, что молодцы, молодцы, наконец-то. Они уже все это проделали в Косово, это все было, уже мы все проходили. Когда осуждали патриотов, приходили прозападные политики, что в результате получилось? Нету больше Косово и Метохии и Усиамбии. Нету древней христианской земли, земли с древними монастырями. Нету все, украдено. Украдено теми, кто получал поддержку со стороны западных демократий. А западные демократии что сделали? Ничего не сделали. Они максимум, что могут высказать, ну, некое сожаление. Да и плевать они хотели на эти древние земли, на историю. У них самих историй-то нет никакой. И древней земли у них никакой нет. Они готовы ради достижения своих геополитических целей, сиюминутных причем, жертвовать целыми народами и целыми нациями. И те люди, которые разжигают русофобские настроения в Армении, я уверен, это абсолютное меньшинство. Знаете, это просто для меня какой-то новый вид секс-меньшинства какой-то. Вот абсолютно точно. Виталий Валентинович, спасибо. Спасибо вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!